В ноябре 1815 года именным указом Александра I генерал от инфантерии Александр Фёдорович Ланжерон был назначен градоначальником Одессы и новороссийским генерал-губернатором. Родился будущий градоначальник Одессы Людовик Александр Андре, граф де Ланжерон, маркиз де Ля Кос, барон де Куни, именно таково полное имя графа в 1763 году в Париже и с юных лет посвятил себя военной службе. Александр де Ланжерон. Приставка «Д» указывает не только на графский титул, но и на место происхождения рода. Отсюда и селение Ланжерон, что недалеко от города Невер в Бургундии, берет начало этот старинный французский род. Восемь столетий рода де Ланжерон были украшены доблестными военными победами, наградами и высокими должностями при дворе французских монархов. Этот барельеф на уцелевшей башне замка семьи Ланжерон объясняет происхождение самой фамилии. Два ангела, что держат круг, символизирующий землю. Лезанж Элерон, что воплотившись в фамилию, зазвучало как Ланжерон. За свою многолетнюю воинскую карьеру Ланжерон не пропустил ни одной значимой военной кампании. Он был настоящий вояко-романтик с литературными задатками. Каждую военную кампанию граф подробно описывает в своих дневниках. В 1782 году, в возрасте 19 лет, Ланжерон, как и многие французские юноши, отправляется в Америку. Войска, действующие против англичан, участвует в боевых событиях в Каракасе и Сан-Доминго и через год возвращается во Францию. Ланжерон быстро продвинулся по служебной лестнице, дослужившись до чина полковника. 29-летний Александр Ланжерон был вынужден отстаивать свою честь в поединке, как ни странно, со священнослужителем, епископом города Невер, который нанес оскорбление молодому графу. Сан обидчика останавливал Ланжерона. Ланжерон 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 В силу исхода дуэли граф обратился к российскому двору с просьбой принять его на службу. Весной 1790 года он уже участвовал в российско-шведской войне. 18 марта 1814 года, когда армия Кутузова и союзники подошли к столице Франции, началась осада Парижа. В 5 часов утра огонь прекратился по всей линии наступления, однако до Лонжерона известие о перемирии еще не дошло. Здесь граф руководил кровопролитным штурмом Монмартра, подобного которому он, по его словам, не видел со времен взятия Измаила. Войска Лонжерона овладели Монмартром, с уступов которого русская артиллерия как раз и грозила столице Франции. Наступила тишина. Парижане тысячами шли к городским воротам, чтобы взглянуть на русских. За взятие этих высот Лонжерон был награжден из рук государя орденом Андрея Первозванного. И уже на следующий год бравый генерал отойдет от ратных дел и займется делами мирными. 1 января 1816 года Лонжерон вступает в должность генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника Одессы. Между тем, многие современники Лонжерона считали, что особого вкуса к административной работе он не испытывал. Храбрый генерал, добрый, правдивый человек, но рассеянный. Большой балагур и вовсе не администратор. Современник. Однако, если объективно оценивать то, что было сделано в Одессе за 6,5 лет правления Лонжерона, с такой оценкой нельзя согласиться. Год вступления Лонжерона в должность генерал-губернатора Новороссии совпал с небывалым неурожаем в Европе. Цены на зерно, экспортируемые из Одессы, резко взлетели вверх. Значительная доля приходилась на экспорт во Францию. Именно в этот период появилось огромное количество первых одесских капиталистов, разбогатевших на торговле хлебом. Значительная доля прибыли от этих продаж шла на развитие города. Продолжая настойчиво продвигать идеи Ришелья об особом торговом статусе Одессы, 16 апреля 1817 года Лонжерон празднует первую серьезную победу. В Одессе учреждается режим Портофранко. Полное притворение идеи в жизнь произошло только через два с лишним года. Само открытие Портофранко состоялось с 15 августа 1819 года и предоставлялось городу на 30 лет. Усматривая ныне из представленного нам донесения, что устроение черты Портофранко и прочих заведений, к всему принадлежащих окончены, повелеваем. Открыть в Одессе Портофранко. Александр. Первая граница беспошлиного ввоза иностранных товаров простиралась на 24 версты от Куяльницкого до Сухого Лимана. При такой длине линия Портофранко была прозрачной для контрабанды, поэтому в 1822 году черта Портофранко была уменьшена. Для взымания пошлины на линии Портофранко расположились две таможенные заставы. Одна на Тираспольской дороге, именно через нее в Одессу въехал Пушкин, где, как он напишет, вино беспошлины привезено. Вторая на Херсонской дороге. На перекрестке улиц Старопортофранковской и Пастера, бывшей Херсонской, в месте которой и сегодня носит название Херсонский сквер, таможенный надзиратель Зосима Иванович Педошенко старательно ощупывал пышные формы въезжающих за таможенную черту дам, дружелюбно приговаривая. А сие у вас фальшивочи натуральны. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Стала самым дешевым городом в России, так как все ввозимые и вывозимые товары не облагались пошлиной. Таможенный сбор уплачивался только при вывозе товара за установленную черту города. Вот тут-то и развернули свою деятельность контрабандисты. Чтобы обойтись нелегальным грузом глубокий ров и таможенные посты, они рыли подземные коридоры катакомбы, ведущие к морю. Вся Одесса стоит на катакомбах. Долгие годы Одесса славилась заморской торговлей, так же как контрабандистами с пересыпи и молдаванки. Я живу в озвученной квартире, есть у нас рояль и саксофон, громкоговоритель четыре, и за каждой дверью патифон. И у меня здесь тоже патифончик, только я его не завожу, потому что он меня прикончит, и я с ума от музыки схожу. И в кого-то такое уродился, трудно мне с характером моим. Чуть я только в девушку влюбился, смотришь, а она уже с другим. Когда-то Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о Порто-Франко до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе Флорида. Ильфы Петров. На границе Порто-Франко образуется небольшой стихийный рынок, на котором торговали сельскохозяйственной продукцией непосредственно с колес, а точнее с вазов. Возникает этот рынок в противовес городскому старому базару. Вскоре рынку дали легальный статус, и сегодня он известен как привоз. Социальная активность достопочтенных граждан Одессы проявлялась в деятельности ряда тайных товариществ и организаций. В 1817 году в городе возникла масонская ложа «Понт-Эфксинский». В этом тайном обществе в год его основания состояли 73 особы. Ложа «Понт-Эфксинский» собиралась в глубокой тайне в подвале дома, что на углу улицы Екатерининской и переулка Театрального. А позже эти собрания из соображений конспирации были перенесены в один из частных домов на окраине Одессы. Великим магистром ложи был сам граф Лонжерон. Масонами были и два предыдущих градоначальника Одессы – Дерибас и Ришелье. Поговаривают, что своим стремительным развитием юная Одесса обязана тайной поддержке сильных мира сего. «Понт-Эфксинский» 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 «Понт-Эфксинский»